добрый день уважаемые зрители и подписчики моего канала в этом видео я расскажу вам и покажу такое небольшое симпатичное электронное устройство от компании f-nercy если я правильно произношу название этой компании это у нас осциллоров и генератор сигналов в одном корпусе это устройство модель значит DCO 153 компания его позиционируют как компактное переносное устройство предназначено для ремонта техники а также для учебных задач для того чтобы научиться работать с устройствами данного назначения я в процессе интересовался что это за компания f-nercy оказалось что это крупная китайская компания которая занимается производством электронного оборудования измерительного причем там в ассортименте и осциллоров и мультиметры причем от уровня вот таких маленьких устройств до вполне серьезных профессиональных устройств также у этой компании есть свой хороший качественный сайт на котором есть вся информация о их них устройствах также можно скачать на ней на с этого сайта инструкции к устройствам или прошивки если появилась новая прошивка можно будет скачать и перепрошить ссылку на сайт я оставлю в описании к видео также это устройство можно купить в двух комплектациях первая комплектация это вот та коробочка которую я держу в руках и вторая комплектация это плюс тому что содержится в коробочке добавляется вот такой вот профессиональный щуп с набором разных переходничков вот должен еще добавить что это первая слора в которую я вот так близко держу в руках и кроме моего интереса к этому устройству есть еще одно практическое назначение почему его купил мне нужно проверить действительно ли инвертор который преобразовывает постоянный ток в переменной действительно ли он на выходе выдает правильную синусоиду вот принципе я уже этим устройством попользовался как бы мне добиться моих целей удалось сейчас я вам расскажу об этом устройстве не буду вглубляться в его характеристики о них вы можете ознакомиться по ссылке в описании видео в основном сосредоточимся на самом устройстве на его внешнем виде там эксплуатации что он может там по переключаю вам менюшки разные качество изображения но и такие общие нюансы которые помогут вам определиться с выбором покупать это устройство или мне покупать и прежде чем им продолжим прошу вас подписаться на мой канал и поставить лайк потому что ближе к концу вы как правило забывать это сделать что же поставили лайк подписались спасибо продолжим так у меня в руках коробочка красивая симпатичная коробочка как у других и фирменных брендовых устройств есть некоторая информация о характеристиках самого устройства там ссылочки разные да ну фото самого устройства в принципе все стандартненько есть такая язык защитная голографическая наклеечка да по внешнему типа коробочка все симпатично давайте распакуем открываем достаем так все пустое так что мы видим ну выпала мне такая билетик талончик как правило он добавляется в коробку и означает что устройство якобы прошло некоторое качество и с ним все хорошо она рабочая одна сторона есть у нас наборе инструкция инструкция очень полезная и очень информативная на разных языках очень рекомендую вам ознакомиться это на порядок ускорит ваше знакомство с самим устройством есть как бы на русском языке инструкция что в общем упрощает весь процесс очень рекомендую и хорошо что такая проработанная инструкция есть в этом устройстве потому что довольно часто ему китайских устройств инструкция бывает скажем так очень бедными да так уже небольшой плюс рекомендую далее мы видим в комплекте идет значит петелька чтобы не знаю удобно было носить устройство или где-то его повесить также у нас наборе щуп такой вот с двумя крокодильщиками и стандартный шнур usb type-c предназначенный как всегда для либо зарядки самого устройства либо для перепрошивки устройством на какую-то новую прошивку если она имеется там будет в наличии так далее у нас собственно говоря само устройство пластиковый корпусе ванночку до достаем и вот видим мы само в общем устройство размером я не знаю с мыльницу вот ну либо два пейджера не знаю что поместится если кто-то помнит эти устройства у нас экран управляющие кнопочки назначение которых покажу далее не прорезиненные нажимается туго и довольно отчетливо ну принципе это хорошо далее у нас здесь джойстик это управляющий джойстик такое решение инженерное значит лево-вправо позиция и посередине нажатие подтверждение решение скажем так спорное но но в принципе рабочие далее у нас идет разъем не предназначенный для калибровки щупа разъем значит генератора сигналов разъем осциллографа далее у нас здесь одно из отверстий там кнопочка сбросом настроек и еще одном блин точно не помню надо посмотреть инструкции ну тайп си разъем как я уже говорил для зарядки либо перепрошивки так тут у нас подставочка до опа поставили чик-чик включили измеряем смотрим переключаем дан удобно продумано кнопка включения и ну собственно ряд сюда цепляется петелька устройство такое не сказал бы что тяжело тяжеленькая до изготовитель утверждает что на полном заряде батареи сколько я помню здесь 1000 миллиампер емкость устройство может проработать до четырех часов собранного качественного материал корпуса качественный пластик ничего не скрипит в этом плане все хорошо так давайте включим так учили опа и сразу перешли в меню давайте начнем наверное действительно с настроек до так настройки первые языки куча разных языков из которых есть русский английский понятный нам по поводу дизайна шрифта конечно очень смешного забавно почему такой дизайн я не знаю но он выглядит как не знаю какой-то мультяшный вот в принципе рабочий да ну в общем странненько необычно далее звук свет загрузка при включении что включать с и лора в генератор либо выбирать в меню далее у нас тема синий желтый автовыключение удобная штучка удобный режим и далее информация о прошивке версии 1.6 в данном случае и сама модель значит дисселу 153 в нерсе вот ну и сброс до заводских настроек давайте выйдем главное меню давайте генератор сигналов чик да и тут у нас давайте с самого верха пройдемся и так у нас есть генератор синусоида квадратная волна пила половина волны полная половина а полная волна до скачок обратная ступенька шумовая волна в общем много разных типов плюс значит джойстиком да мы переключаем в менюшки на вот этими стрелочками и собственно ряд делаем более точные настроечки нужно так вот мы выбираем выбрали и вот можно виде переключать так сюда выбрали можно переключать чем так вот по генератору сигналов давайте выйдем главное меню и перейдем к осциллографу ну и здесь нам нужно конечно же использовать щуп да ну видно даст индикатор заряда режим давайте перейдем к щупу в общем вот такой вот он щуп длина провода длинная профессиональный разъем профессиональный щуп переключатель множителя 110 дополнительный крокодильщик так модель щупа у нас комплекте 6100 и есть у нас тут табличка с характеристиками можно посмотреть щупа это хорошо но как видите разъемчики у нас здесь маленькие и но нам просто так не вставится хорошо что у нас комплект есть переходник изготовитель продавец как бы озаботился так переходничок и полезная такая у нас отверточка далее покажу зачем это собственно переходник тут все просто есть у нас не знаю штабики ключи вставляем и закручиваем до фиксации все зафиксировались и можно вставлять наше устройство в разъем давайте осциллографа вставили далее у нас есть отверточка предназначена одна для 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 калибровки еще по вот она вставляется сюда и давайте от режима покажу будет полезен чтобы показать не знаю возможности самого устройства значит тут у нас крючочек здесь у нас ушка для калибровки дам берем блин попасть бы есть вот наш щуп и устройство начал генерировать прямоугольный сигнал эти режим авто и так режим авто воды кнопочка переключения режимов подождите да когда мы нажимая авто устройство пытается само автоматически определить там форму сигнала либо там дать какой-то сигнал делать настройки сигнала пытается обработать само режим мод переключает нас режим работы с лорова автоматически сингл пункту стадинарный не знаю по моему точно не знаю вот нужно будет поинтересоваться и нормально когда вы сами вы себе выставляете настройки давайте вернемся в авто так у нас на моте по переключаем так так минутку я уже там что-то по на настраиваю давайте чик вот и так видим мы прямоугольный сигнал режим тупо бах 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 видите настройка и у нас видите такой прямоугольный сигнал букву по задачу калибровки в том чтобы именно форма была как четкая буква п вот у меня уже принципе еще подстроена ему давайте покажу как это будет выглядеть вам видите и сигнал скажу вот где-то в таком режиме у меня был щуп настроен вот берем подкручиваем и пока буква п у нас не выровняется можно вот принципе все еще подстроим давайте отключаем так что у нас здесь ну у нас значит здесь разные настройки честно те кто разбирается в словах вам точнее скажут в общем здесь у нас я так понимаю это цена отделения милливольт и 501 вольт 2 5 10 20 50 и максимально 100 цена отделения здесь у нас множитель измерения x1 x x10 здесь у нас амплитуда наверное не знаю здесь у нас типа напряжение постоянная либо переменная то есть видите дисси и сильно давайте запустим ран стоп ну запускать режим измерения что ж ну как бы тут все понятно больше как бы не покажешь для того чтобы показать что-то больше нужны знания но один режим измерения полезным покажу я попробуем у меня есть удлинитель в сети у меня обычное сетевое напряжение и посмотрим если здесь синусоида она здесь просто обязана быть так берем нас вставляем и значит сюда не запускаем чик 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 видите она автоматически бам-бам и есть у нас синусоида давайте попробуем поиграться так миливольт и вот мы можем идти менять давайте сюда перейдем так вот такая у нас синусоида ну как бы сигнал видно похож на синусоиду единственное что вот такой чуть пилообразной формы не знаю почему именно так возможно в сети есть какие-то маслоров ловит шумы там потому что стоит там блок питания работает компьютер куча зарядок разных воткнута и может быть из-за этого он такой видите немножко пилообразы но в принципе это точно синусоида вот ждущего аккумулятор приедет и тогда уже померяю свой инвертором ради которого я покупал это устройство что ж ну пожалуй наверно все больше мне показать особо по этому устройству нечего вот так она выглядит так она работает если какие-то нюансы были не точные уж простите меня как бы как я сказал я я первый раз держу в руках это устройство но надеюсь само видео вам было полезным интересным и вы имеете уже какое-то впечатление об этом устройстве им для себя более точно определите стоит ли вам его покупать или нет что же на этом пожалуй все отключаем наше устройство опа и я с вами прощаюсь всего хорошего упс простите всего хорошего до свидания